Всем привет! С вами аналитик трейдер Киренца Владимир Кубтрейдеров Картель. Начинаем наш утренний обзор. Как всегда вы знаете, что по понедельникам я провожу такие обзоры и начинаем с фундаментального анализа. Кто смотрит мои обзоры, я всегда смотрю календарь. Почему я смотрю календарь? Первое, я должен понимать, что происходит на рынке, на фундаментальном рынке. Какие события могут повлиять на основные валютные пары. Очень важное событие, с 15 марта США переходит на летнее время, поэтому учитывайте такие моменты и планируйте свою торговлю. Такое важное объявление, имейте это в виду. Переход произошел в воскресенье и многие страны тоже перешли. Учитывайте эти моменты. Ну что ж, давайте посмотрим на календарь. Понедельник. Что важное можно выделить по понедельнику? В принципе, данные по Австралии. Сегодня выступление РБА Австралии. И много данных выходит по Китаю. И пресс-конференция. И действительно, что можно посмотреть? Видим хороший подъем промышленного производства. И в какой-то степени это все очень связано с сырьевыми валютами Австралии и Новой Зеландии. Наблюдаем за ними. Сегодня будет 20.45 выступления Джо Байдена. Речь, что будет сказано. Ну, действительно, включился станок. Получено 2 триллиона. Как им будут распоряжаться? Будет интересно. И будем наблюдать, как это все будет происходить. Увеличивается. Будем смотреть на эти данные. Чистый объем покупок американских ценных бумаг. Это очень важно иностранным инвесторам. Насколько интересно доллар? Это все зависит. Мы должны понимать, что это очень важно для любой страны, когда выкупаются твои бумаги. Вторник. Протокол заседания Резервного банка Австралии. Довольно много данных по Австралии, в принципе. И на что обращаем внимание? Это по американской сессии. Это импорт, экспорт, розничные. Смотрим на эти данные. И больше я ничего такого не вижу, что может вторник более свободный. Я не вижу таких сильных новостей. Торгуем и зарабатываем. Единственное, обращаем внимание на отчет нефтяного института по запасам нефти и топлива. Обычно выходят данные по топливу. Как видите, очень много. Помните, когда здесь были минусы, а сейчас переизбыток. Что скажется на нефти? Конечно, нефть получила, наверное, сильное сопротивление. Мы потом посмотрим. Даже можем открыть сейчас, открыть нефть и посмотреть, действительно, что делать нефть. И вот получает сильное сопротивление, уровень 69. Мы доходили уже до 70. Но такими маленькими шажочками стоит. По всей вероятности ждут данных. Ну, а данные... Очень важно, что здесь произойдет. И мы тоже наблюдаем во вторник. Это топливо. По среде ряд индексов выходит по США. И выходит по Канаде. Это, конечно, инфляция. Базовый индекс потребительских цен. И тут будет какая-то волатильность. Очень важное событие на этой неделе, конечно, решение процентной ставки. Все считают, что ставка, возможно, будет скоро меняться. И тут очень важно смотреть, как остановить инфляцию. То есть, есть варианты увеличения ставок. Что будет принимать США? Пока только включен станок. Станок включен. Напечатаны американские доллары. Два триллиона на поддержку экономики. И на пандемию. Все прекрасно знают, что действительно, сейчас очень проводится большая программа вакцинации. И действительно, эти средства тоже выделены. И это все будет в среду. В четверг ряд индексов по Новой Зеландии, по Австралии, рынок труда. Выступление заместителя Банка Австралии. Здесь мы обычно не торгуем. Кто-то торгует на азиатских сессиях. В принципе, нас больше интересует европейская сессия. В принципе, выйдут данные по еврозоне. Что можно сказать? 16 числа марта будет уже начинаться заседание министров финансов ЕС. Ну и, как я сказал, интересная вещь, что будет рассматриваться вопрос ковидных паспортов ЕС. Очень важно. Действительно, уже по опыту Израиля, специально летали в Израиль и канцлер Австралии, то есть Австрии и других стран Европы, для того, чтобы изучить этот опыт. Как вести эти паспорта, электронные паспорта. Да, довольно интересная ситуация сейчас в мире. Базовый индекс инфляции Канады, индекс потребителей, в принципе, и как раз процентная ставка 21 наблюдаем в среду. По четвергу, я сказал, выходит очень много данных по Англии, в том числе, очень много данных, практически в 14 начинается, и решение Банка Англии. Ну, сейчас ставка 0,1. Будет ли она меняться? Вряд ли, наверное, не будет меняться. Мы, как видим, довольно долго, фунт хорошо идет. С чем связано, я пока сам не толком не знаю, но хочу сказать, что, когда было подписано соглашение, это очень сильно поддержало фунт, и все, наверное, покупали фунт в основном. Отчет занятости по EDP, пятница, и здесь ряд индексов. Ну, вот, в принципе, больше мы ничего не видим. Давайте пробежимся быстро по парам. Что мы видим? Мы видим первое по индексу доллара, мы видим середина евро-доллар. Пока непонятная ситуация, качели. Ну, что можно сказать? Куда мы можем ломануть? При закреплении 1.19.59 мы вполне идем 1.20. Мы уже здесь были 1.20.21. Здесь надо четко определиться, или здесь действительно ложные пробои, мы уходим вниз, тогда мы уходим вниз. Нельзя сказать, вот сейчас да, но учитывая такие моменты, что индекс доллара все-таки идет вниз, предположим, пробивается этот уровень, закрепляется, и цена снова поднимается евро. Фунт тоже середина канала. Нужно знать, куда цена подойдет, не будем гадать. Австралийская валюта. Очень сильное сопротивление, на мой взгляд, будет коррекция. Два ложных есть. Закрепление ниже, открытие ниже. Рассматриваем к целям 0.76.52. Новозеландская валюта тоже находится в коридоре, в принципе. Но, возможно, если она пойдет за австралийской валютой, вполне реально мы можем, закрывшись ниже, пойдем к целям 0.70.98, 0.71. Но есть вариант закрепления выше, но все-таки мы видим коридор где-то порядка 80 пунктов. И наблюдаем. Не будем гадать, а будем работать по ситуации. Закрепились выше, покупаем. Закрепились ниже, продаем. Могут сказать, гадалка, ничего подобного, здесь никто не гадает. И четко надо понимать, какая же будет ситуация. Очень сложно предположить на неделю, куда пойдет цена. Каждый день можно видеть действительно такую ситуацию, но на неделе очень сложно это сделать. Что касается золота. Золото довольно хорошо получило поддержку. И, на мой взгляд, золото при каких-то ситуациях с американской валютой, перегретым, допустим, американским долларом, неинтересно держать дорогой американский доллар. И по всей вероятности будут какие-то приниматься меры. Золото, конечно, начнет подниматься. Шпицарская валюта. Здесь довольно хорошо она вышла. Здесь ее сбросили. Цена стоит возле уровня. Уровень очень сильный. Уровень 0.92-0.93, в принципе, круглый уровень. И давайте учитывать, если мы закрепляемся ниже, мы, конечно, будем искать продажи. Доллар иена на хорошем подъеме остановился. Может быть, какие-то коррекции. И я когда-то говорил еще неделю назад, что 110 мы можем вполне взять. Это вполне реально. Мы видим хорошую остановку. Цена делает определенную зону. Но здесь уже можно брать какие-то новые уровни. И отсюда уже видно, что вполне реально 110 мы можем взять. USDCAT связан с нефтью. Если нефть начнет откататься, то USDCAT получает хорошую поддержку и цели 1.26-1. По нефти я говорил, сильное сопротивление. Удастся нам пробить? Выйдут данные. Посмотрим. Фунт иена меня всегда спрашивает. Я говорил, только покупать. В принципе, она идет. Фондовый рынок получает сильное сопротивление. Но связано с американскими значительными бумагами. С индексом доллара. В принципе, видно, как цена пытается пробить, но у нее не удается. Если действительно это сильное сопротивление, это историческое сопротивление, вполне реально мы можем откатиться. Биткоин пробивает уровень 57, уже 59 к 60. Ну вот такая ситуация на рынке. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто смотрит мои обзоры. Также после обзора есть ссылка на мой курс «Форок от Адья» приглашаю. Я, возможно, подготовлю видео по своему курсу, расскажу, как это происходит. Возможно, запишу какие-то комментарии, то есть, какие-то видео с моими учениками. Они расскажут о своих результатах. Ну, планируется такая программа. Еще раз поблагодарить всех. Всем спасибо. Всем удачи. Удачи. Всем пока. И встречаемся через неделю. 15 плюс 7. 22 марта. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok